Продолжаем играть с филиппинцем, снова у нас английское начало, теперь ход кунь c3. Ну, в последнее время Анлан с успехом применяет этот вариант, почему бы не поиграть его и мне. d3, вряд ли d3 самое принципиальное, по идее я могу даже d5 сыграть. Кунь f3, правда да, вот немножко неудобно эту пешку защищать, может не стоило спешить с ходом d5 на самом деле. Потому что кунь d7, нет хода из-за того, что висит на d5, да, пешку защищать неудобно совсем. Хоть dc играет, так наверное и поступлю. Кунь e5, что ферз d4, не стал соперник выигрывать. Теперь у меня должна быть нормальная позиция, хотя бы потому что e4 есть ход. На кунь g5 просто кунь f6, пешка на e4 держится. Потому что есть еще слон f5 во всех вариантах. Черные хотят пойти h6, взять наверное на h3, хотя это палка о двух концах, конечно. Но по идее при отсутствии ферзей на доске должно быть неплохо для меня. Да, рискну, скорее всего, взять. Слонный f1 не то чтобы большое впечатление производил. 2-0, с моей стороны ход спорный, скорее всего не сильнейший. Да, ну и наверное стоит пойти g6, такая небольшая профилактика. Не то чтобы конь f5 прямо очень большие проблемы доставлял. Да, теперь конь g4 идет. Я могу пойти h5. Размен, скорее всего, нейтральный, не влияет на оценку позиции, серьезно. На оценку, скажем так, шансов этой партии зато влияет тот факт, что у меня снова на 30 секунд меньше. Человек, вы можете видеть, ческом слегка подлагивает. Спироник готов даже ладьи менять. Вот это интересное решение, но пойти у меня лучше должно быть после размена ладьей. Потому что еще король чуть быстрее в центр успевает. Не знаю, какие тут у белых шансы на ничью. Наверное, довольно хорошие, но в принципе меня такой сценарий устраивает. 4 ход тоже мне не нравится. Теперь развязаны руки. Ну и ноги, копыта у черных фигур. Надо бы как-то перевести коня на поле f5, наверное. Так легко это сделать. g8. Я боюсь, что после, если сейчас играю g8, то что-то может сразу произойти нехорошее. Вроде бы все-таки этого не будет. g8 нормальный ход. Считается, что соперник тратил соединение, но скорее всего сейчас восстановится. Ну да. В4. Странный ход. Теперь пешка попадает под бой. Вообще непонятный из-за этого соперник делает ходы. Надо проверять конь в 5, но есть ощущение, что должно быть выиграно. Это не факт. Альтернатива у меня есть серьезная? Наверное, нет. Вообще должно быть конечно выиграно, потому что я сыграю король e5 и f6 g5 и начну создавать отдаленную проходную. Не знаю, стоит ли сыграю c5. Наверное, стоит зафиксировать слонг и не давать темпов. По короле e3, если сыграю f6. Все равно без этой идеи мне, наверное, не обойтись. Может быть, в c5 сразу пойти. Довольно сложно разобраться в этих нюансах. С таким временем. По идее, в большой ряде не должно быть. g3, сыграю c5. Да, тут, кстати, белый же мог просто в цуксанг попасть, даже без хода g5. Наверное, может быть и нет. 5a4, b6 b3. К сожалению, ход мой, но там g5. Туда, туда. Да, и g5, и должно быть выиграно. Ну, по крайней мере, исходя из моих прикидок. Если король d3 безнадежно, надо играть король f3, тогда король d4. Король d3, все-таки, соперник пошел. Ну, по идее, король f4. Как бы все. Вот, времени тут предостаточно. Король f3, e4, e4. Так, вот, есть ли там мат? Нет. А, ну, король f3, e4, просто король f4 же исход, прошу прощения. То есть, я не знаю, может быть и провод ферзя тоже побеждает, но это совершенно не нужно. Король f4 надежный выигрыш. Ну, теперь просто отдаленная проходная. Теперь непродовидимо будет до маты играть, что не очень меня радует, учитывая нестабильное соединение. Ну, тут решено должен справиться. Да, сдались белые. Всем спасибо за внимание. Спасибо.